Это музейный вариант, передается по наследству, купить его невозможно. Коллекция советского агитационного фарфора. Некоторые фигурки стоят аж несколько миллионов рублей. Можете сказать, сколько стоит? 250 тысяч. Чего? Уе. Цвет такой, которого нету даже в Эрмитаже. Здравствуйте, друзья. Представить современный интерьер без антиквариата невозможно так же, как и без современного искусства. Мы приехали на 47-й антикварный салон в Москву для того, чтобы попробовать разобраться, как устроен этот рынок. Я не являюсь специалистом ни по современному искусству, ни по антиквариату, поэтому постараюсь найти, что здесь самое дорогое, что здесь самое интересное, самое старое и что является наилучшей инвестицией. Как вас зовут? Меня зовут София Бычкова. Вы представляете галерею? Я представляю галерею, я дочка Василия Ирины Бычкова, создатель выставки «Антикварный салон». Чудесно. Что у вас самое дорогое здесь на экспозиции? Самое дорогое у нас комод времени арт-деко, Италия и акула. Сколько стоит акула? 14 500 евро. Почему она такая дорогая? Потому что это очень известный художник, он работал с Ян Пабром и Деминой Хёрстом, и его работы они инвестиционно привлекательны. То есть можно купить за 14 500 и на следующий антикварный салон продать за сколько? На антикварном нет, а возможно на какой-нибудь современной выставке за 25. Отлично, хорошая инвестиция. Музыка. 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 Владимир Гордеев, антиквар, коллекционер штопоров и автор книги о штопорах. Владимир, какой самый дорогой штопор в вашей коллекции? Самый дорогой штопор, наверное, как и у всех коллекционеров во всем мире, это штопор английский 1830 года с костяной рукояткой, бронзовый. И у него удивительный механизм с двумя встречными винтами. И был сделан он для того, чтобы не просто открыть вино, а для того, чтобы еще и развлекать гостей за столом. Открывание чудесное, вкручивая штопор в одном направлении в бутылку, продолжая вращение, пробка автоматически поднимается. И этот штопор был удобен как мужчинам, так и женщинам. Вот как-то так. Хорошо. Какой самый старый штопор в вашей коллекции? Самые старые штопоры появились в конце 18 века и они не были настолько интересны. Это были штопоры для винного погреба, либо просто для открывания бутылок. Они ничего из себя не представляли, сильно напоминают штопор, который сегодня мы видим и знаем. Ну вот, допустим, вот такого плана. Это вот самый обычный штопор для винного погреба. Но потом появились штопоры, допустим, складные, маленькие. Это какой-то походный вариант? Походный вариант. Наполеон Бонапарт, такой штопор, рекомендовал иметь солдатам в своем обмунировании, для того, чтобы в сложенном состоянии он не рвал карман, пальто. Как холодное оружие использовали? Вероятно, да. Хотя... Хорошо. Еще один вопрос. Какой самый интересный штопор с точки зрения инвестиций? Вот сегодня купил и через два года заработал как на биткоине. Да. В антологии штопора, вот в отдельном издании книги «Первый русскоязычный гид по штопорам», там есть история и градация штопоров согласно международной классификации. Их есть всего шесть классификаций. Шестой – это музейный вариант, передается по наследству, купить его невозможно. Ну и, собственно говоря... Продать его просто тоже невозможно. Пятая вот категория, да, есть такая пятая категория, они есть примерные. Ну, допустим, это вот такой штопор. Или, там, допустим, такой штопор. Да, это хорошая инвестиция, но им можно пользоваться, им можно открывать. Хотя самое интересное, что есть штопоры, которыми открывать невозможно. Но они тоже пятой категории. Это прототипы, модели, и это тоже востребовано коллекционерами. Субтитры создавал DimaTorzok Стоимость вещей определяется, безусловно, не размером и иногда даже не возрастом. Вот, например, на этом стенде представлена замечательная коллекция советского агитационного фарфора. Некоторые фигурки стоят аж несколько миллионов рублей. Очень интересная коллекция плакатов, ситцевых платков с изображением Сталина. Ну и, конечно, также коллекция бронзовых фигур, которые представляют даже музейную ценность, и они, в общем, не продаются. Беленинов Кирилл Борисович, генеральный директор галереи «Коносьер». Скажите, пожалуйста, что у вас представлена самая старая? Самая старая на нашем салоне представлена картина Василия Пукерева «Девушка со шкатулкой». Эта картина очень интересна тем, что на ней изображена та же модель, что и на картине известной, которая висит в Истетиковской галерее и, повторно, висит в Русском музее «Неравный брак». Это та же самая модель, только через несколько лет. Получается, у нас та картина была написана в 1863 году, а эта в 1866 году. Понятно, хорошо. А что самое дорогое? То же самое или есть что-то? Нет, самое дорогое, не то же самое. Самое дорогое у нас картина Павла Варфолнеевича купит слово в степи. Можете сказать, сколько стоит? 250 тысяч. Чего? УЕ. Четверть миллиона. Хорошо. Какая картина или какой объект самый привлекательный, как инвестиция? Что можно купить сегодня и заработать, как на бинткоине, через пару лет? А-а-а, я понял вас. Я бы, честно говоря, так дешево купить и через пару лет заработать подличные деньги. Это Мир Шниченко. Это художник крымский, умер он в 2005 году. Можно сказать, что это русский моне. Цена вопроса где-то 5 тысяч долларов максимум. Вот, сейчас. Через пару лет сколько? Через 5 лет, через пару лет, я думаю, что он будет стоить 10-15 тысяч. Хорошие инвестиции. Ну так. Да. 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 Анастасия Панибратова. Ведущий архитектор, специалист прежде всего по ресторанам, по дизайну ресторанов. И если вы не видели еще этот эпизод, обязательно посмотрите. Мы делали обзор на замечательный проект Black Tie. Но помимо этого, Анастасия еще талантливый дизайнер, предметный дизайнер. Скажи, пожалуйста, что самое дорогое представлено здесь у тебя на стенде? Ой, вы знаете, у нас все цены по запросу. Ну хорошо, покажи пальцем, что из этого самое дорогое. Мне кажется, очевидно, размер имеет значение. То, что самое большое, оно обычно и стоит дороже. А что, черное или белое? Ну в данный момент они оцениваются нами в одинаковую стоимость. Но, конечно, мировая практика говорит, что графитовые изделия стоят значительно дороже, чем белые. То есть такое своеобразное промо, можно сказать. Хорошо. Как ты считаешь, представляют ли твои произведения инвестиционную ценность? Ну вот сегодня купил и через 5 лет заработал? Уверена, что да. Сколько? Как на биткоине или больше? Я не знаю, сколько зарабатывать на биткоине. Я же не биткоин, чтобы всем нравиться. Замечательно. Ну что ж, прекрасные произведения, отличные стенды. Помимо живописи и антиквариата, здесь также представлены и современное искусство, и предметы дизайна, и даже ретроавтомобили. Но я бы хотел отметить, что некоторые галереи, некоторые стенды выглядят весьма и весьма музейно. Особенно мне понравились те, на которых поставлен свет, такой, которого нет даже в Эрмитаже. Конечно, мое исследование невозможно назвать полноценным, потому что мы посетили далеко не все стенды, и, к сожалению, не на всех стендах разрешают открыто объявлять цены. Но самый дорогой предмет, который мне удалось найти, это картина, которая стоит 800 тысяч евро. Самый дорогой предмет мебели – это туалетный столик 1840 года, который стоит порядка 100 тысяч евро. Еще мне понравился декоративный объект из слоновой кости, который является точной копией памятника, который находится в Пекине. Он стоит порядка 350 тысяч. Единственное, что точно понятно, что, вложив деньги в эти ценности, вы точно не проиграете. И если захотите чуть-чуть заработать, то через несколько лет можете практически утроить эту цену. Но, кстати, в равной степени это касается и современного дизайна, и современного искусства. Так что, друзья, не жалейте денег, вкладывайте их в истинные ценности, ну и только приобретете. Надеюсь, это было интересно. Сдавайте с нами. Увидимся скоро. Пока.